Увидеть, что происходит в мире атомов и наночастиц, теперь можно своими глазами. Установка, разработанная молодыми самарскими учеными, сверхчувствительный микроскоп. В основе технологии лазерный луч и спиральные световые пучки. За счет их воздействия объект удается разглядеть во всех ракурсах. Картинка поворачивается, когда приближается или отдаляется объектив. Такой микроскоп пригодится и для развития нанотехнологий и в медицине. Это исследование наноструктур, каких-то дефектов. То есть мы подсветили, посмотрели, ага, тут у нас трещинка. Это возможность работы с биообъектами. То есть мы проходим в материю все глубже. Мы можем открыться для биологии, для медицины, узнать, как работает человеческий мозг. В свои разработки в области физики, оптики и лазерных технологий представили более 70 ученых из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Красноярска на 13-й молодежной конференции. Среди проектов есть исключительно научные и практические. С фотоником, лазерная физика, квантовая электроника – это одна из самых востребованных отраслей, потому что свет он повсюду. 90% информации человек получает из света, а сейчас, конечно, и лазерные, и плазменные технологии, они вот на службе промышленности, медицины. Исследования мирового уровня проводит магистр из Саратова. Вадим Генин занимается биофотоникой, стремится к открытию, которая может стать прорывом в медицине. Я исследую просветление биотканей, конкретно я занимаюсь кожей. Чтобы человека не резать, если нужна какая-то операция, нужно заглянуть под кожу ему, какая-то может быть опухоль подкожная. Вместо того, чтобы резать, можно просветлить кожу, посмотреть, что там. Пока эксперименты идут только в лабораторных условиях. Три дня молодые ученые будут делиться своими открытиями и разработками. Лучшие проекты опубликуют в ведущих научных журналах. Марина Кравцова, Сергей Баскин, События.